Кинотехникум Это учебное заведение теперь филиал в ГИКО. Один из трех в стране. Спасибо, что вы внесли такой вклад в кинематограф. Портал в прошлое возможен не только в кино. В праздничную дату учебное заведение поздравляет сам Александр Ханжонков. Экспозиция о пионере русского кинопроизводства – начало нового музея. Здесь, в Ростове, я заболел кинематографом. Военный по профессии стал киноделом по призванию. Ошеломительный успех донского казака – до сих пор пример производителям фильмов. А вот рассказ о том, что в 30-х в Ростове было уже 17 кинотеатров. И, конечно, для них потребовались специалисты. Новый кинотехникум обеспечивает весь юг страны работниками этой индустрии. Не останавливали обучение даже в войну. Когда немцы подошли к Ростову, пришлось эвакуироваться. Принято решение. Тройкомом у нас обком. В этот момент был обком партии. А, собственно говоря, переездки всего техникума в Пролетарск. Потом переезжают в Сальск, а дальше и в Самарканд. Кинотехники были нужны во время ожесточенных боев. В киноблинтажах крутили фильмы для поднятия духа. С тех пор из кинотехникума выпустились 19 тысяч студентов. Среди них Владимир Костюк. После он четверть века работал в этом учебном заведении. Вспоминает, как ростовские киноинженеры обслуживали весь юг страны и отдает должное новым технологиям. Если мастер занимается картиной, то есть магия, есть результат, есть качество, есть любовь зрителей к тому произведению, которое мастер сделал. С 2011 кинотехникум филиал ВГИКа. Теперь здесь готовят специалистов высшей школы. Актеров, продюсеров, режиссеров. Учат новому, сохраняя традиции. ВГИК действительно консервативная школа. Но мы придерживаемся основных постулатов советского российского кино. Кино должно учить, волновать сердца и должно воспитывать. Вот для ВГИКа это незыблемые традиции, которые всегда поддерживаются. Накануне юбилея филиал ВГИКа подписал соглашение о творческом сотрудничестве с областным холдингом Дон-Медиа. Студенты теперь могут практиковаться и стажироваться на телеканале Дон-24. А еще участвовать в создании новых программ. Подарок к юбилею – сертификат на 90 минут эфирного времени, чтобы творческие работы студентов увидела вся область. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова